Автобус Солидарности с 2016 года колесит по Кыргызстану. Это группа специалистов, состоящая из нотариусов, юристов, адвокатов, которые выезжают в отдаленные регионы страны для оказания бесплатной правовой помощи населению. И из Парижа мы привезли такой очень интересный проект по оказанию юридической помощи населению. Бесплатную, хочу подчеркнуть, помощь населению во всех таких отдаленных точках страны. Особенность нашего автобуса Солидарности заключается в том, что мы сами выезжаем во все отдаленные регионы, потому что есть в многих селах люди, и они для того, чтобы получить юридическую помощь, приезжают в город или в такие крупные населенные пункты, не смогут и не приедут. Поэтому было решено, что мы будем каждый выезд объезжать в такие отдаленные села, населенные пункты, для того, чтобы наши юристы и государственные нотариусы на местах уже оказывали юридическую помощь, ну и занимались просветительской работой. До сих пор, пока автобуса Солидарности не было, они обращались только в Аль-Люк-Мюту. А в Аль-Люк-Мюту нет тех компетентных людей, которые могли бы дать им соответствующую помощь. Изначально Министерство юстиции привлекало частных юристов для выездов автобуса Солидарности. Но данное решение не было, так сказать, эффективным, поскольку юристы приезжали в регионы и уезжали, а проблемы оставались еще у некоторых граждан нерешенными. Поэтому было принято решение привлекать специалистов территориальных подразделений госорганов. С 2016 года автобус Солидарности посетил 1235 населенных пунктов и более 15 тысяч человек получили правовую помощь. Чаще всего кыргызстанцев интересовали вопросы. Получение и восстановление документов. Оформление недвижимости и транспортных средств. Оформление обращений в суды и правоохранительные органы. Льгот и услуг для социально уязвимых категорий граждан. Получение алиментов. Доступ к гарантированной государством юридической помощи. Семейные споры. Кредитование и возврата кредитов. Наследственные и трудовые споры. Устройство детей в дошкольные учреждения, школы, оформление пособий. Социальное страхование. Он такой очень уникальный проект для постсоветского пространства, потому что мы первые, как и в СНГ, этот проект внедрили в Министерство юстиции. Ситуация с COVID диктует свои требования. Теперь в автобусе солидарности будет специалист от Министерства здравоохранения и социального развития. Как получить те же самые прививки, как выехать, как сдать, допустим, ПЦР-тест, можно ли ее получить бесплатно. Сколько будет действовать этот ПЦР-тест, то все эти вопросы будет представлять именно этот сотрудник. Для того, чтобы усилить устойчивость деятельности этого важного проекта, ПРООН закупил Министерству юстиции два автобуса. В июне прошлого года программа развития ООН в Кыргызской республике было закуплено два микроавтобуса и передано Министерству юстиции для реализации этой инициативы. То есть, если раньше Министерство юстиции арендовало эти автобусы, сейчас у них есть собственные автобусы. Один для выездов по северным регионам, а второй для выездов по южным регионам. И, соответственно, сейчас Министерство юстиции уже не зависит от помощи других доноров, проектов. То есть, таким образом, обеспечена устойчивость данной инициативе. И в качестве примера, в мае этого года, после Баткенских событий, Министерство юстиции самостоятельно организовало выезд юристов на данном автобусе в Баткенскую область для предоставления первичной правовой помощи для пострадавшего населения. Министерство юстиции ставило перед собой такую очень важную задачу повышения правосознания населения. Не только правовое воспитание и знание своих прав, но и знание своих обязанностей. В связи с этим в 2015 году была разработана большая масштабная концепция, концепция по повышению правовой культуры населения. Мы нуждались, чтобы дать правовую и юридическую помощь населению, но нам физически невозможно до всех, до них дойти. Автобус «Солидарность» когда выезжает, людям, во-первых, разрешаются экономические проблемы, не нужно тратиться деньги на то, чтобы прийти в районный центр, обратиться в один орган, а тут у них разрешаются все проблемы. Эрнис Саганбаев выезжал с автобусом «Солидарности» четыре раза. Как оформить наследство и как получение земельной доли? Сами знаете, в 1994-х годах уже начался раздел земельного участка, а там есть люди, которые не получали. И как это сейчас можно уже заново переоформить? Или человек выходит замуж, а земельная доля остается у родителей. Как это можно ее отдельно получить или как на себя оформить? Большинство кыргызстанцев не знают, куда именно, в какие службы, в государственные органы им нужно обращаться. В этом случае с участниками автобуса «Солидарности» даются конкретные предложения, куда надо пойти и кому надо обратиться в первую очередь для оформления. Жители отдаленных регионов и ранее не могли себе позволить платные консультации у частных адвокатов. Поэтому бесплатные услуги от опытных специалистов – это выход из положения. Дочка развелась, говорю, у нее трое детей, она не может добиться алиментов на детей. Я говорю, суд прошел, все прошел, и она не может добиться, не может ни одной копейки, не взяла еще до сих пор, говорю. Я говорю, не может быть такое, я говорю, да. Бракоразводный процесс с Мейрим длился 4 года. Экс-супруг ни разу не пришел на процесс. Девушка много раз ездила в Талас, пыталась найти отца детей. Его семья скрывала местонахождение мужчины. За это время девушка прошла через все суды от Аламудинского, от Башинского, заканчивая Верховным. Несмотря на положительное решение суда, проблема матери-одиночки так и не разрешилась. Как бы нерешаемая моя проблема – это алименты были. Я обратилась в авто в солидарности, чтобы они мне помогли. Специалист автобуса солидарности порекомендовал девушке первым делом написать заявление на действие, точнее, бездействие судебных исполнителей. На сегодняшний день долг по алиментам огромен – более 170 тысяч сомов. Благодаря этому автобусу солидарности добилась я алиментов. Вскоре я жду алименты, которые понадобятся моим детям. Для того, чтобы он не сбежал, мы выезд из Кыргызской республики запрет сделали. Слабая улыбка на усталом лице молодой женщины появилась только тогда, когда она заговорила о детях – их первых успехах. Детки увлекаются танцами оба, ходят на английские курсы. По дому помогают, все делают. Ну вот это автобус солидарности, я говорю, большую благодарность от меня лично. Я хочу им сказать от меня личную благодарность, чтобы они дальше развивались, дальше помогали таким, как моя дочка. Пока готовился к выпуску этот фильм, в Баткенской области, на границе Таджикистана и Кыргызстана, произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали 190 граждан Кыргызстана, из них 36 погибли. Специалисты автобуса солидарности срочным образом выехали в пострадавшие в вооруженном конфликте села. Встречи с 5-100 пострадавшими проводились в организованных лагерях для эвакуированных граждан. Оказана юридическая помощь пяти семьям, дома которых были разрушены впоследствии поджогов. Зарегистрировано 23 заявления граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Оказана консультативно-правовая помощь 25 жителям села Аксай в оформлении документов на право собственности на земельный участок. Данные четырех граждан переданы в ГРС для восстановления утраченных документов. Пяти гражданам оказана помощь в вопросах пенсионного обеспечения. Не во всех уголках нашей республики возможно получить квалифицированную, качественную юридическую помощь из-за отсутствия адвокатов, из-за отсутствия юристов. И исследование, которое мы проводили в самом начале нашего проекта в 2014 году, оно еще показало, что рядовому гражданину необходимо проделать путь от 5 до 18 километров для того, чтобы получить правовую помощь. Поэтому я считаю, что инициатива «Автобус Солидарности» нашла свое применение и прижилась, так сказать, к условиям нашей страны. И поэтому оно востребовано и пользуется успехом у населения. А это значит, что еще несколько тысяч кыргызстанцев получат квалифицированную юридическую помощь бесплатно с доставкой в их населенный пункт.